Вот уж точно Екатеринбург – город храбрых. Несмотря на плюсовые температуры, уральцы продолжают выходить на лёд. Чем оправдывают своё безрассудство и какой штраф грозит ступившим на мокрую дорожку, расскажет Полина Ивина. Даже плюс 10 и полыни не смущают этих смельчаков. Желая срезать, они не замечают ни луж, ни запрещающих табличек. Спасатели бьют тревогу. Уже лёд, он сам по себе рыхлый. Я даже остерегаюсь, как сам можно говорить, как выходить на этот лёд. Очень опасно находиться на этом льду. Эти двое, похоже, никакой опасности не видят. Огибая подтаявшие участки, они прогулочным шагом идут на другую сторону. И даже успевают сделать фото на память. На берегу их уже встречают. Вы в курсе, что на лёд выходить нельзя? Нет. А вот там есть специальная табличка? Просто, наверное, на работу устал, поэтому так поближе. Недавно такая прогулка едва не закончилась трагедией. Семилетний мальчик провалился под лёд, благо рядом оказалась очень смелая девушка, которая бросилась на помощь и вытащила ребёнка из полыни. Но по-прежнему находятся смельчаки, которые продолжают рыбачить. Причём они облюбовали водоёмы в черте города. Не смущает ни тонкий лёд, ни весеннее солнце. Сейчас что лёд ещё? Вот. Вот шнеки где-то до винта. Вот так? До винта как раз. Вот так где-то лёд ещё. Где все приходят рыбачить, кто в ближайшие районы живёт здесь, они все приходят рыбачить. Конечно, 15 сантиметров уже всё, уже не выходим. Свою безопасность они доверяют собаке. По льду ходят с мохнатым проводником. Она идёт впереди. Если она видит, что вода, она её оббегает, и мы уже можем по ней даже сориентироваться, что уже там промоена. Она сама воду не полезет никогда. Перебегать от лунки к лунке они готовы с утра до ночи. Всё ради хорошего улова и таких фотографий. Их даже не смущают новости о других рыбаках. Так на днях в Среднеуральске трое любителей карасей откололись на льдине. Полина Ивина, Евгений Лапидус. Новости 4-го канала.